Я начну с малого, дабы дойти потом до большого. И если мы начнем ретроспективно вспоминать вообще, когда появились понятия киберучений и киберполигонов, но они шли несинхронно, насколько мы все знаем. И помню, я еще в свою бытность тоже пытался создать такую штуку. Мы даже какие-то сценарии там написали для финансовых организаций. И потом эта практика успешно пошла дальше. Но вообще хотелось бы понять, я думаю, что из организаций, которые заказывают услуги киберучений, есть, опять же, два пути развития. Это есть внутренние киберучения, которые сама организация у себя проводит, где есть свои преимущества. Есть заказ внешних киберучений с использованием каких-то внешних команд, с использованием даже инфраструктуры каких-то сервисов и так далее. Скоро мы это тоже все узнаем. Я хотел вам сказать, что в банке, где я сейчас тружусь, у нас есть своя команда, которая занимается тестированием на проникновение. Используют какие-то средства, причем мы используем не только Red Team для сервисов банка, мы используем Red Team еще для дочения наших компаний. Здесь небольшой ликбез проведем, что такое Red Team. Называем одними из методов проверки, но на самом деле там есть глубокий смысл. Там не просто даже защищенность, это и кросс-функциональная проверка, как работают между собой подразделения не только безопасности, но и IT. Здесь еще можно использовать проверку тех процессов, которые выстроили для обеспечения безопасности. В чем выигрывает Red Team по сравнению с обычным тестом на проникновение? Дело в том, что это достаточно широкое понятие Red Team. И Red Team, которые достаточно зрелые, не только в плане техники, но и в плане обеспечения процессов, они заходят широким фронтом. И это дает возможность проверить не только техническую защищенность, дает возможность проверить, как выстроен процесс, какова скорость реакции команды, которая у нас именуется Blue Team, те, которые защищаются, как реагирует руководство. Опять же, очень хороший момент и очень тонкий. И как, уж простите, написанные бумаги, и как в этих бумагах отражено и реализовано на практике взаимодействие между подразделениями. Всеми причем в банке. Потому что Red Team затрагивает не только техническую IT-составляющую, он затрагивает еще процессные подразделения, такие как сервисы предоставляющие, платежники, кто занимается базами данных внутренних и так далее. То есть там заходят на полный круг. Скажу сразу, что на самом деле удовольствие внутреннего Red Team достаточно недешевое, потому что спецы такие, они не то чтобы совсем штучные, но достаточно редкие экземпляры, особенно хорошо прокаченные. Плюс инструменты, которые используются для этого, а также процессы, которые под это выстраиваются. Какие техники мы используем у себя? Понятно, что спектр не очень широкий, потому что есть определенные ограничения и возможности. Нельзя, допустим, свой периметр тестировать изнутри. Логично. Поэтому для тестирования внешних периметров мы используем только сервисы, которые у нас на аутсорсе, а вот для тестирования своих компаний дочерних мы используем свои ресурсы с известными всеми инструментами. Отдельно хочется отметить, что мы также тестим социальную инженерию, причем в полный рост, поскольку, понимая, что ситуация вообще в мире кибервой началась давно, киберагруз много, и компании, которые, ну уже тема такая достаточно известная, старая, у которой нет ресурсов на обеспечение полноценное кадровым составом, техническими средствами, бюджеты на ebay не сильно большие, то заказать услуги и набрать персонала, который будет в состоянии тестировать саму свою компанию изнутри и снаружи, у них возможности нет. Поэтому мы эту штуку взяли тоже на себя. Понятное дело, что инфраструктуру мы используем тоже в полный рост, на тестирование как внутрь, так и внешнюю, то есть мы можем приехать в гости к своим дочерним компаниям, провести определенные процедуры по согласованию, естественно, и выявить все риски, которые у них возникают, и вообще зрелость, некий уровень зрелости информационной безопасности. Дальше классические атаки на веб-ресурсы. Это все в стандартных пакетах заходит. Мобильные приложения в том числе. Мы для компании используем еще несколько хитростей по поводу мобильных приложений, но это отдельная история. Что мы уже успели сделать за все это время, пока наш Red Team присутствовал в штате и присутствует. Что касается социальной инженерии и фишинга, это очень жесткая тема. Она у нас проходит очень часто и регулярно, потому что на основании этого мы выявляем сотрудников не только в подразделениях, которые к ИБ не относятся, но в том числе и в ИБ часто и в дочерних компаниях попадаются сотрудники, которые не обращают внимания на определенные элементарные правила безопасности. Такое бывает. Благо мы к этому готовы. И, соответственно, автоматически после этого возникает процедура внепланового обучения и прохождения тестов. То есть система выставлена таким образом. Если хотя бы один сотрудник из какого-то подразделения или организации открывает фишинговую ссылку, автоматически туда назначается прохождение дополнительного курса по информационной безопасности. Ну, есть варианты там лайтовый, да, где только социальная инженерия и какие-то такие моменты, связанные с недоверенными ресурсами и ссылками. А если что-то посерьезнее, тогда полный курс. И все дальше с проверкой через кадровое подразделение. Соответственно, что, кроме всего прочего, все эти вещи нам еще позволяют подкручить свою систему безопасности. То есть мы понимаем, где мы правила создали, но его нужно подкрутить, на какие риски и реакции мы сейчас не имеем полноценной картины. Все это внутри дает нам возможность тюнить средства безопасности. Иногда даже возникает момент, когда нам нужно средства безопасности сменить. Такое тоже бывает, если невозможно что-то сделать. Но это достаточно редко, но тем не менее. В результате, что мы получаем от внутренней команды, от использования ее? Мы получаем свой четко построен внутренний процесс. Мы понимаем, где нам нужно внутри, не выходя наружу, подкрутить настройки, какие документы подредактировать, какой процесс перестроить, донастроить или удлинить. Соответственно, ну и нормативный документ, который предупреждает изменения, он как процесс, это же процесс такой итерационный, на каждый момент времени он может быть свой. Поэтому здесь мы тоже видим большие плюсы. Плюсы и минусы. Правильно же? Правильно. Я уже про них говорил с самого начала. Плюс в чем? Это свои люди. Мы им доверяем. Мы точно знаем, что они могут сделать, когда и кто из них что может сделать конкретно, в какой момент времени. Здесь очень тесно идет связь с блютимом, с центром мониторинга, который мы можем в реальном режиме времени смотреть, как они реагируют на атаку. Причем они даже могут быть не предупреждены об этом. Об этом может знать только руководитель, который… Ну и, соответственно, мы не предупреждаем дочерние компании о том, что мы будем их… В какой момент времени мы будем их тестить. Единственное, о чем мы говорим, чтобы нас не наказывали по уголовному кодексу, мы авторизационное письмо направляем, где компания соглашается с тем, чтобы будет тестирование, но они не знают, какой день, какую дату. Мы единственное просим после подписания этого письма, мы сообщаем в компанию, с каких адресов будут идти проверки, чтобы они их не вносили в блокировку. Но об этом знают только два человека. Начальник безопасности и, соответственно, первое лицо. Все. Дальше после этого формируется отчет, и мы уже начинаем беседовать, что нам с этим делать, каким образом и за какие деньги. И, соответственно, плюс увеличения скорости реагирования блютима, потому что все идет изнутри, как-то это больше наблюдается. Минус. Очевидные минусы, которые есть. Ретим внутренний знает инфраструктуру банка. То есть здесь уже объективность теста, она становится ниже. Может быть, кстати, и конфликт интересов. Но это решается другими способами. Вообще, если уже так говорить, то есть минусы в стоимости специалистов. Далеко не кажется, что можно позволить внутреннюю команду тестирования. Как я уже сказал в самом начале, достаточно недешево. плюс и инструменты, и сотрудники, и так далее. Их не всегда можно использовать в остальных процессах. Обязательно. Я вообще, я бы придерживался такой политики, что не все должны про них знать конкретно. Если уж идти. Вот бытует мнение. При этом два полярных мнения есть. Первое, что можно лучше использовать внешнюю команду. У кого-то мнение, что лучше использовать внутреннюю команду. Но по опыту скажу так, что и то, и то хорошо, потому что при минусах, которые очевидны, есть, есть также еще такое понятие, как замыленный глаз. То есть поскольку внутренняя команда знает полностью всю инфраструктуру, знает всех людей, уже ей проще проходить этот процесс. Где-то там, если социальную инженеру тестировать, они знают, кому как подойти, как рассказать. Это если тестирует внутреннюю, понимает, как она устроена, уже знает все пути прохода. И вот как раз для этих целей, для объективности, очень полезно привлекать и внешнюю команду, которая будет уже… Объект она не знает, ей нужно время изучить. Соответственно, это временные рамки успешности атаки раздвигаются. У меня совсем безопасность там не нулевая. И уже после сравнения результатов можно понять, насколько эффективно выстроены безопасности, эшелоны, документы и процессы. И как быстро в этом случае реагирует центр мониторинга. В целом вот так. Но предвосхищу следующее выступление. Значит, R-team — это же только часть всего этого. Есть технические средства, на которых можно моделировать инфраструктуру, дабы не убивать и, не дай бог, не уронить действующую. Есть так называемые киберполигоны, площадки. Как я уже говорил в самом начале, история начиналась там лет 6-7 назад с идеи, дальше они выросли в небольшие. И теперь уже есть ряд, я бы сказал, даже промышленных решений, где можно тестировать там даже не одну организацию, а ее вместе с обвязкой, проверять цепочки, которые идут, всем известны кейсов, пробитие заказчика через своего подрядчика. Дальше моделирование несколько зависимых инфраструктур, как это работает, гибкая настройка сценариев. В общем, эта тема развивается. – Коллеги, добрый день, спасибо, что пришли послушать. Артем, спасибо большое, что спас меня от открытия сессии. Теперь могу ссылаться на слова представителя банка в своем рассказе. Коллеги, я хочу сегодня сделать упор на то, как, собственно, повысить практические навыки ваших сотрудников на киберполигоне. С чего хочу начать? Это с основных тезисов. Наверняка сегодня во всех залах они так или иначе уже звучали. Сейчас, в текущих ситуациях, у нас нет времени на раскачку, не осталось времени на подумать, на повыбирать. Нужно принимать решения быстро, нужно быстро им протезамещаться, нужно быстро реагировать на, собственно, угрозы, которые нам диктует мировое сообщество, мировые атаки в том числе. И второй тезис, наверное, о том, что у нас нет права на ошибку. Ну, говоря откровенно, у нас раньше его не было, но если в текущей ситуации это малейший нюанс, малейшая огреха может привести к колоссальным последствиям и ущербу для работы компании. Соответственно, здесь мы считаем, что очень важно обеспечивать киберустойчивость на всех этапах. Как Артем правильно сказал, что ни один инструмент не работает отдельно. Если написать методологию, но при этом, собственно, не подключить инфраструктуру, ничего работать не будет. Точно так же, как и человек голыми руками без инфраструктуры не сможет защитить ничего. Поэтому здесь важно соблюдать понятие киберустойчивости. Это, собственно, комплексная защита любого предприятия. И здесь там отрисовали мы цветом. Наверное, можно понять, где инфраструктура, где методология. И мы с вами прекрасно видим, что на всех этапах задействованы люди. И я думаю, что вы точно прекрасно знаете, насколько важно, чтобы эти люди были высококвалифицированы, чтобы они быстро умели реагировать на новые последние угрозы, которые нам мир диктует. Ну и в связи с этим немножко расскажу о национальном киберполигоне и то, как его можно использовать. Изначально национальный киберполигон это проект Минцифры. Мы строили отраслевые полигоны, собственно, в рамках субсидийного исполнения госконтракта. Сейчас это уже такой хороший коммерческий продукт, который имеет ряд отраслевых полигонов в своей инфраструктуре. Собственно, миссия у нас глобальная. Опять же, про что Артем говорил, что мы здесь хотим совместно отрабатывать не только индивидуальные предприятия, а связки реагирования целых отраслей на эти вещи. Но, к сожалению, мы все знаем, каждый из нас сталкивался с огромным дефицитом сотрудников на рынке. Ну и сейчас, как говорится, было плохо, стало еще хуже. Соответственно, что касается статистики, которая есть, по данным РБК, 35 тысяч вакансий в год публикуется и всего 5 тысяч специалистов выпускают вузы в год. Дефицит колоссальный. Что касается вообще IT-отрасли в целом, то это полмиллиона в год, по данным Минцифр, это дефицит IT-сотрудников. Ну и, собственно, уже большая часть из них, к сожалению, покинули страну. И в этих условиях, в текущих, экспертность каждого из нас, она должна быть просто максимальной. Что касается банков, здесь, наверное, в первую очередь банки должны думать о том, как они будут повышать уровень квалификации сотрудников. И здесь призываем к совместной работе, к пониманию, потому что только вы, как представители отрасли, можете знать, какие у вас потребности, какая проблематика. И мы активно приглашаем здесь к созданию и усовершенствованию отраслевого полигона по банкам. Соответственно, с точки зрения обучения, я знаю, что коллеги из разных банков уже используют методику, где они берут на стажировку, на практику студентов вузов, самостоятельно пишут образовательные курсы, собственно, под непосредственно свои предприятия, свою специфику обучают людей. И очень хорошая обратная связь от таких подобных проектов, потому что условно студенты уже приходят, они уже готовы к боевым действиям. То есть их еще не нужно погружать в специфику бизнес-процессов или еще чего-то. Соответственно, да, здесь, наверное, коротко то, что мы там на данный момент предлагаем и планируем с точки зрения образовательных сервисов. Сейчас на данный момент, например, там с ЦБ у нас есть замечательные проекты по Финхабу, где мы проводим отбор студентов, самых талантливых по всей стране, тестируем их, и потом они в дальнейшем уже проходят мастер-классы и практические тренировки на киберполигоне, что позволяет им более компетентными уже выпуститься из вузов в том числе. Что касается, часто нас спрашивают вопрос, а какие же именно, что же именно, чему же вы учите, чему же вы обучаете. Здесь выписала, наверное, самые ключевые там скиллы, которые мы тренируем на практических наших учениях. И почему там акцент на то, что, собственно, нет какого-то универсального сценария или универсальной методики, есть различные специалисты различного уровня. Для руководящего состава это один формат проведения киберучений, так называемые теоретические, где они думают о том, как они будут реагировать глобально в случае какой-то ситуации. Для специалистов, аналитиков сока, это совершенно другие практические тренировки. Поэтому важно здесь именно делать деление внутри различных обучений. Что касается инфраструктуры, конкретно банковского полигона. Соответственно, у нас есть огромное количество различного программного обеспечения, оборудования, с помощью которого мы как конструкторы можем эмулировать различные системы, различные инфраструктуры. И, соответственно, сверху это все там накрытая инфраструктура киберучения, которые входят из сценарии. Мы забираем у коллег наших из сока сценарий, условно, zero day, быстренько их отрабатываем, скриптуем и запускаем на, собственно, практическую отработку навыков. Почему это, мне кажется, особо важно для банков? Потому что мы все знаем, что банки – самая развитая, самая защищенная категория, скажем так, предприятия на стране. И часто инфраструктура налажена, все работает хорошо, но хакеры в свое время не дремлят, они постоянно обучаются, они каждый день совершенствуются. И для того, чтобы наши сотрудники не теряли навыков, всегда находились в тенденции и понимали, как быстро и правильно среагировать на ту или иную ситуацию, необходимо именно постоянное обучение цикличное, к чему мы призываем и максимально настроены на это. Соответственно, последний, немножко отвлекусь именно от обучения, действительно, киберполигоны – это площадка для различных работ. Почему вставил этот слайд? Потому что последние полтора месяца мы видим очень большое количество запросов, в частности, от финансового сектора, на как раз исследовательские работы с точки зрения анализа защищенности и на создание тестовых стендов для проверки оборудования. Потому что одно дело, когда ты там пилотируешь один продукт, вот даже сегодня с коллегами общались, они говорят о том, что мы пилотируем один продукт, но мы не понимаем, как он будет работать в нашей инфраструктуре. Нам нужно, собственно, ряд продуктов протестировать под нагрузкой, под пользовательской, это все сделать для того, чтобы понять, а как это будет работать в действительности. Поэтому здесь тоже мы можем помочь, постараемся, по крайней мере, если есть такая потребность. Ну, наверное, вкратце все. Если есть какие-то вопросы, буду рада ответить. У меня есть вопрос. Хотел вот узнать, поскольку у нас в зале банки сидят в основном, как это выглядит для банка. Поскольку я же сначала спрашивал, кто заказывает услуги, никто не заказывает. И, видимо, может быть, не совсем ясно заказчику, что он получает, как это выглядит для него с точки зрения процесса. То есть подписывает договор, ТЗ какой-то, что он эмулирует. То есть это деятельность всего банка. Там же киберустойчивость обеспечивается всеми элементами банка. Это не просто процессинг, ДБО, кредитный конвейер. Там есть еще какие-то вопросы, связанные с учетом электронных архивов и так далее. То есть какой-то элемент выпадает из банка, и его киберустойчивость падает, потому что он может нанести ущерб и так далее. Вот, соответственно, в этом ключе, то есть как это начало выглядит, что мы можем там сделать, эмулировать, какие отчетные материалы мы можем выдать, какие рекомендации, если выдаются, и так далее. Смотрите, да, с точки зрения того, что мы есть. Мы когда-то делали отраслевой полигон, и в этом году мы будем его, собственно, развивать еще дальше. Ну, есть прекрасное понимание, что сделать типовой отраслевой банковский полигон, ну, невозможно. Его просто не существует. Соответственно, здесь мы как раз делаем упор именно на процессинги, особенно на внешние процессинги, которые используют, там, это онлайн-банки, различные, ДБО и прочие вещи. И с точки зрения, когда приходят заказчики, хотят там условно что-то для под себя эмулировать, на самом деле, парк там оборудования программного комплекса, он огромный. Сэмулировать можем практически все. Сделать любую инфраструктуру. Но часто, на самом деле, практика показывает о том, что эмулировать полностью бизнес-процессы компании нет необходимости. Ну, вот это, собственно, для кого есть, ну, опять же, это очень дорого. Надо понимать, и далеко не каждый заказчик, ну, наверное, банки могут себе позволить, но остальные отрасли не очень. Так сложно продавать тебе будет, если говорить дорого. Слушайте, ну, обманывать тоже нет смысла. Согласен. Ну, вот, действительно, что типовую инфраструктуру создать сложно, потому что типовой набор сервисов есть, но многие используют очень разные продукты. Очень разные продукты. Но, тем не менее, под конкретного заказчика, под конкретный банк, создать полностью его набор сервисов, который он готов в киберполигон, загрузить, условно говоря, и полностью весь кросс-функциональный вот этот процесс пройти с выявлением узких точек, рисков, да, и так далее. Вот это выглядит… Это возможно. Соответственно, если там в текущих ситуациях у нас нет какого-то оборудования по объективным причинам, от заказчика оно необходимо, мы здесь там решаем вопрос, как правило, там заказчики сами выдают, какие-то, для того, чтобы сделать полную имитацию. С точки зрения того, что мы можем выдать, да, ну, во-первых, там с точки зрения обучения, это планы развития сотрудников, то есть после того, как они проходят практические тренировки, мы смотрим, где они ошиблись, где сделали не так, делаем план по развитию для того, чтобы сотрудники совершенствовались. С точки зрения анализа уязвимости, мы делаем независимые анализы уязвимости, после этого выдаем отчет заказчика, где высказываем там то, что мы нашли, не нашли и как считаем нужным. Сейчас часто коллеги переходят с запросами сравнить оборудование пандемии, процесс замещения. Опять же, там так, не знаю, сервер работает по одному, когда ты его ставишь в реальную инфраструктуру, это совершенно другая история. Собственно, наверное, и с точки зрения сценариев, опять же, под каждого заказчика мы пишем сценарии в зависимости от его потребности. А на вашем киперполигоне можно эмулировать связь нескольких зависимых организаций? Можно. Более того, что мы уже делали подобную историю для одного из министерств, наших больших, крупных, и сейчас планируем в том числе развитие киберполигона национального в 2023-2024 году настроено именно в том числе на то, чтобы между собой в отрасли и со смешанными отраслями могли взаимодействовать коллеги и отрабатывать сценарии реагирования. Спасибо. Коллеги, есть какие-то вопросы к Анастасии? Андрей Зязин, Федеральное учебно-методическое объединение информационной безопасности. Ну вот, к подобным, третий раз примерно в исполнении Солу-Рос телеком доклад, у меня вот такой вопрос, откуда вы берете цифры? Я вот заметил, что как у Лени Голубкова дефицит ИБ-специалистов удваивается после каждого доклада. Ну, на СОК-форуме 2019-го года до вируса он был 7 или 8, уже 35. Ну, а в прошлом августе было 17 или 14. Ну, вот эти вот цифры, вы каждый раз ими пугаете. Или вот там 500 тысяч ИБ-дефицит в год. Куда девается полмиллиона граждан? Ну, у вас просто единица измерения, как сказали бы, физики, проблемы с размерностью на том слайде. Ну, хотите, отлистайте, но я бы советовал больше эти цифры, ну, хотя бы думать, что там пишется. 500 тысяч в год. Ну, вот, как это понять? Это официальные данные сайта министерства министерства, минцифры, соответственно. Ну, в год. Ну, Я не понимаю, что такое 500, по полмиллиона граждан в год. Что должны они там? Ну, это полмиллиона открытых вакансий в год, если, наверное, так перевозить. 5 тысяч, а в августе было 17 тысяч, когда мы встречались на вашей территории. Значит, здесь что-то улучшилось, а здесь даже с размерностью есть проблемы. У нас, видимо, что-то увеличилось. Ну, там что-то, вот мы, все-таки, где-то скорость, а где-то абсолютно, где-то относительные величины. А по поводу выпуска ИБ, по-моему, тоже вы отстали на пару лет, по-моему, там цифра не сильно, но чуть-чуть увеличилась. Я сейчас так наизусть не помню, хотя это вроде наше. Но вот при том, что здесь есть какие-то цифры, которые характеризуют, ну, давайте, думать некогда, давайте что-нибудь делать уже, покупать, например. А вот дальше вы, когда рассказываете через один-два слайда про вот эту, не-не, со следующей, структуры киберполигона, где киберполигон над импортозамещением. Импортозамещение, отказоустойчивость, это все очень модные слова. А вот здесь конкретно нет. Ну, что такое киберполигон? Это все у нас, все вот суд, ну, той или иной мощности. Может быть, какие-то железочки специфических промышленных контроллеров, но это, ну, купили, молодцы, успели до подорожания. А главное-то в этом, ну, методика вот этого обучения, сами вот, вот содержание. А оно просто так на бумажке не делается. Вот здесь бы было уместно сказать, мы за год наши идеи методические отработали, ну, например, на каких-то там тысячах студентов. Вот их пять в год, тысяча выпускается, по вашему сведению. Ну, то есть, умножаем на пять лет, то есть, их в природе, ну, где-то 25 тысяч. Ну, в предположении, что никого не отчисляют. Ну, 20-25 тысяч студентов у нас по этой линии учатся. При том, что еще не просто выпускают, а те, кто действительно что-то может. Нет, пять тысяч это, ну, пять-шесть тысяч это выпуск, из них много кто-то еще не может. Ну, я про это и говорю, да, и там еще погрешность тех, кто действительно умеет работать и учился хорошо. Ну, вот вопрос, а вот через какое количество, ну, например, студентов ваши вот эти, ну, опробовали, да? Ну, все-таки получается какая-то идея без опыта внедрения. Смотрите, за прошлый год с точки зрения приведенных киберучений, если говорить о цифрах, это, по-моему, 78 или 79 приведенных киберучений, плюс 4 или 5 межвузовских олимпиад, в которых приняло участие больше 300 студентов. Соответственно, сейчас у нас идет ряд мероприятий, олимпиад, в том числе, собственно, обучение финтех ЦБ, который реальный, он существует, он сейчас проходит, и практически тренировки на полигоне тоже проходят. Соответственно, с точки зрения цифр, я уточню у коллег, что они рассказывали в августе, к сожалению, я не присутствовала на этом выступлении, не знаю. Я использую открытые источники в интернете для подготовки к своим презентациям, но спасибо большое за комментарий, я учту на будущее. Если интересно прям по конкретике, сколько, чего, для кого мы проводили, у нас есть отдельно там трек образования, которые занимаются моими коллегами, они могут погрузить просто там с головой в эту информацию, вот, мы можем после с удовольствием пообщаться на эту тему. Хорошо, спасибо, Анастасия. Я тогда сразу, может быть, отвечу на пару вопросов, которые ты задавал буквально перед этим, от обучения специалистов к практической кибербезопасности, специалистов банков, конкретно если говорить, то действительно есть такая проблема. Мы сталкиваемся с тем, что к нам приходит очень небольшое количество компаний, банков, ну то есть это не десятки, не сотни, а это, я бы сказал, единицы, которые действительно внутри себя имеют достаточно зрелую ИБ. И здесь мы как раз для них предлагаем немного дорогой набор сервисов, вернее совершенно другой. Это больше похоже к тому, про что рассказывал Артем. То есть это команды Red Team, которые, как совершенно правильно ты сказал, да, во-первых, она, как правило, одна, супер дорогая, и, ну, глаза так или иначе у нее замыливаются. И мы, в принципе, для своей даже компании, может быть, слышали, по рынку одно время, вот, я хотел сказать, гуляла, но, по-моему, сейчас до сих пор гуляет даже информация про этот известный проект 69, когда вот крупнейшие компании ИБ-отрасли, в том числе позитивные технологии, они тестируют друг друга на предмет киберустойчивости. И даже мы в этот момент не пользуемся, у нас тоже есть своя команда, но мы пользуемся не только ей для того, чтобы усилить в том числе свою собственную кибербезопасность. И те навыки, наработки, которые привносят и наши специалисты, и те специалисты, которых мы привлекаем с рынка, кстати, ваша команда тоже, они участвуют у нас в мероприятии. Ну, вот, мы тоже обогащаем и набор своих продуктов, и используем их опыт для того, чтобы что-то сделать. Делаем мы здесь несколько вещей. К вопросу о привнесении технологий, вот банковских, допустим, в киберполигон. Я бы их разделил сразу на три категории. Для чего, в принципе, что-то привносить в киберполигон? Первое, на нем можно отработать работу команды с какой-то конкретной системой, и мы этого сейчас коснемся. Второй момент, это, наверное, действительно проверить эту систему под нагрузкой, посмотреть, как она себя ведет, и вообще, насколько технологии между собой взаимодействуют в условиях особенно вот этого нежелательного кибервоздействия. И третий момент, это багбаунти непосредственно, то есть поиск уязвимости в конкретных информационных системах для того, чтобы повысить их безопасность. И то, и то мы делаем на площадке у нас стендов, и мы в этом смысле такое представляем из себя киберполигон, киберучение версии 3.0 следующего поколения. Причем, как я сказал, вернемся сейчас к обучению специалистов на конкретных системах. У нас внутри нашего киберполигона есть тоже отраслевые различные объекты и элементы этого киберполигона. Я хотел сказать, киберполигончики, то есть там есть нефтяная промышленность, есть там, допустим, металлообрабатывающая промышленность, есть система управления энергоресурсами. И в этом смысле мы как раз стремимся к тому, чтобы все эти объекты информационные, они имели возможность оказывать влияние друг на друга. То есть мы моделируем так называемые межотраслевые риски. И вот, допустим, приходит к нам команда банка и говорит, я хочу повысить свою устойчивость к способности выявлять определенные события и таким образом повысить безопасность и устойчивость своего собственного банка. И мы зачастую им предлагаем, особенно, когда они участвуют в первый раз в подобных киберучениях, а зачастую к нам заказчики возвращаются несколько раз. У нас есть такая программа, я чуть позже на слайде покажу, прям такая дорожная карта, как через них проходить. И мы этим специалистам банка как раз говорим, а давайте вы забудете про банк и, например, будете защищать нефтеперегонный завод. Казалось бы, звучит как-то парадоксально. Банк, нефтянка, какая между ними вообще связь. В этом смысле мы как раз предлагаем специалистам убрать эту замыленность на определенные технологии, подходы, которые они используют у себя, и применить системный подход, именно как эксперты, как специалисты. Если бы тот же самый банк, допустим, взял и неожиданно завтра купил и включил состав своего холдинга, финтех, например, стартап, или ту же нефтеколонку какую-нибудь, которую они точно так же должны защитить. Какие бы подходы, какие бы технологии, какие бы процессы, они бы использовали для того, чтобы все это защитить. И здесь мы пропагандируем как раз тот подход, что зачастую, я специально перефразировал поговорку, я там не ошибся, если мы используем определенный сценарный какой-то подход и на типовой инфраструктуре пытаемся запустить типовые атаки, то оказывается, что в обучении оказывается в принципе довольно легко. Мы отработали определенный набор сценариев, но системные знания не уловили. Сценарные учения очень важны, безусловно. Это как бы базовый уровень, который обязательно нужно давать студентам, нужно давать специалистам, которые, например, как новая кровь втекаются в команду киберспециалистов банка или любого другого предприятия. Но когда мы говорим про переход с первой линии на второй, допустим, в СОКе, или воспитание вообще экспертов уже там следующего уровня, то здесь обязательно должен быть такой практический подход, когда мы помещаем их прямо в боевые условия, и они вычленяют саму суть своих знаний. Когда мы действительно моделируем ситуацию, как если бы они оказались в стрессовой ситуации прямо сейчас, что, в принципе, делают в других отраслях тоже специалисты, когда они до автоматизма доводят определенные навыки. Я вот в неожиданной стезе нашел подобного рода технику привлечения специалистов киберучения и отработки до автоматизма. Это из-за инвестиционных стратегий этого самого Армстронга. Но, казалось бы, тоже, да, где там кибербезопасность, где финтех и там, где самолеты. Оказывается, в этом смысле, с точки зрения необходимости отработки автоматизации навыков для предотвращения недопустимых событий, это прям must-have, ее везде используют. Почему бы ее не использовать и для кибербезопасности? А что мы тогда моделируем на киберполигоне? И какому роду тренировок мы привлекаем наших специалистов? Здесь мы уже говорили, что там сценарии определенные, ну прям закладывать с одной стороны это хорошо, но этого недостаточно. Тем более, что зачастую и, я бы хотел сказать, страдают сами компании от того, что у Red Team есть определенные вектора, к которым они привыкли, и в этом смысле мы не получаем целиком широкое поле покрытия под доступным векторам атак, потенциальным векторам атак и, соответственно, максимально полному защите от подобного неблагоприятного воздействия со стороны внешних команд. Мы как раз привлекаем для этого большое количество команд атакующих, которые имеют свои собственные техники, тактики, которые, в конце концов, по-разному смотрят даже на эту инфраструктуру, именно как черную коробку, и пытаются там самостоятельно найти, каким образом ту или инфраструктуру можно скомпрометировать. И здесь у нас возникают зачастую достаточно интересные цепочки, которые сами специалисты до этого не могли представить для себя и смоделировать. Я себя специально приводил, мне кажется, просто очень удачный пример, в прошлом году, когда у нас был снегопад в Москве, и он прямо продемонстрировал вот этот системный риск, который может неожиданно возникнуть. Во-первых, казалось бы, Москва у нас такая широта, что каждый год у нас выпадает снег, снег приводит к тому, что дороги заваливают, у нас есть определенные службы, которые с этим снегом борются, но тем не менее, так или иначе, непредсказуемые события, именно коллапс на дороге, он неожиданно происходит, ну и как произошел в прошлом году. Окей, ладно, допустим, мы каким-то этим недопустимым событием должны оперировать для того, чтобы попробовать прочитать сценарий, каким образом он может реализоваться, и как мы от него, значит, ему будем противодействовать. Дальше инструменты, с помощью которых мы с этим событием недопустимым боремся. в случае с информационными технологиями, это различного рода средства защиты, в случае со снегопадом, но в частности мы все с вами пользуемся разными автомобилями, у каждого из нас есть свой автомобиль, к которому мы привыкли, который нам нравится, но как выяснилось, не все автомобили хорошо едут по глубокому снегу, допустим. Это тоже недостаток определенной технологии инструмента, чтобы бороться с этим. Дальше, допустим, на автомобиле из двора мы выехали, но скользко, гололед, стоит столб, неудачно повернули рул, не так нажали на газ или на тормоз, много педалей бывает, еще третье попадается, сцепление, и что-то произошло, авария. То есть у специалиста тоже должна быть навык использовать инструмент, и пусть даже инструмент суперхороший, допустим, но если я на автоматизме это не способен делать, бороться с тем же заносом, то ничего хорошего не произойдет. Ну и, наконец, системный риск, это то, что если дороги завалило, то не только я не могу выехать, но и в магазины нельзя подвезти продукты, потом, наконец, топливо на заправке не поступает, потом вся логистика остановилась, ну и так далее. То, что мы видели с вами с Colonial Pipe происходило в Штатах тогда. То есть таких событий может быть много. Так вот, подобного рода недопустимые события, которые потенциально могут произойти с инфраструктурой компании, мы пытаемся смоделировать на нашем киберполигоне. То есть когда команда к нам приходит и мы говорим, слушайте, ребята, давайте мы вам теперь поставим задачу защитить, ну вот ту же самую, уже упомянули, там нефтекачалку, или там объект нефтяной промышленности. Они говорят, хорошо, а что делать будем? Мы говорим, что, ну, допустим, давайте вот у вас руководство вашей компании определило определенный перечень недопустимых событий, с которыми вам нужно бороться. Если я привел, ну, чтобы нам было понятно, да, не для нефтяной как раз промышленности, а для банка, допустим, это пример тех самых недопустимых рисков, недопустимых событий, которые будут сейчас на майском мероприятии у нас моделироваться. Как пример. Вывод денежных средств со счетов банка через РКБР, ну, такой понятный риск, да, допустим, или там со счетов клиентов через ДБО вывести средства. То есть когда команды хакеров приходят на киберполигон и пытаются атаковать эту инфраструктуру, они, ну, у них целью стоит как раз вот такая абстрактная задача, типа сломать банк, да, ну, сломать в совершенно определенном ключе там, ну, ТБО, там, арм КБР, там, банковскую тайну утащить. И у команд защитников стоит точно такая же задача, ведь им же тоже никто не объясняет, что нужно делать. Ну, вот включил я там завтра там очередную АБС-ку, да, или подключил очередное ДЗО, а что мне в нем делать? Да, регламенты есть, инструкции есть, ну, как бы, а как их конкретно применить, да? На фейерволе-то что написать? Или там в системе мониторинга сетевого трафика что сделать? А контент, какой мне в CM поместить, для того, чтобы события правильно коррелировались и отрабатывались, да? И я прям получал уведомление о том, что что-то недопустимое происходит, и вот-вот, да, у меня там хакер попадет, ну, дойдет до моей системы, допустим, ДБО. И для того, чтобы, ну, все это делать, мы подобным образом моделируем, да, вот все эти объекты инфраструктуры на киберполигоне. То есть, прям полностью пытаемся воссоздать банк. Полностью, конечно, вот там на 100% его не сделать. Ну, то есть, это означает, что нужно прям все системы, да, как раз, ну, построить второй банк. Да, очень дорого, сложно, да, как правило, и не нужно. Но если мы хотим функционально смоделировать определенный объект, это совершенно, ну, вот, это совершенно возможно. Да, в этом случае мы как раз, это нам нужно для того, чтобы как раз тот самый недопустимый событий, иметь возможность в принципе реализовать, то есть, систему поместить ДБО в состав киберполигона, чтобы ее можно было физически сломать. Дальше посмотреть, как я уже говорил, как она взаимодействует с другими элементами и подсистемами этого киберполигона, ну, и при неблагоприятном воздействии хакеров. Ну, и с третьей стороны, раз уж она там присутствует и хакеры атакуют, ну, там наверняка найдутся какие-то уязвимости. Уязвимости могут быть либо в конфигурации, либо уязвимости в самом софте. Первое, это, понятное дело, как можно исправить с использованием средств защиты. Второе, ну, их надо просто исправлять на уровне разработчиков, да, то есть баг-репорт поступает тем самым разработчикам, и дальше его нужно просто, собственно, править. Для того, чтобы все это моделировать, это, ну, действительно, прям огромные вычислительные мощности. Для этого мы там воссоздаем специальный, там, даже несколько цодов для этого используется. Прям очень там большие ресурсы. То есть это даже не сотни, это тысячи, несколько тысяч виртуальных машин. И зачастую команду очень приятно отмечать, когда они возвращаются с этих киберучений, они говорят, слушайте, ну, прям здорово, мы не ожидали, что, да, инфраструктура будет такой большой, что это действительно там не лабораторная какая-то работа, да, это прям полноценный объект, о котором сложно разбираться. И, по-моему, в майском мероприятии, когда, у нас же два года, два раза в год проходит стенд-офф, вот, по-моему, в прошлом мае, ну, нет, вру, в мае было очное на ПХД, а вот в ноябре, когда было онлайн-мероприятие, мы делали инфраструктуру, страны моделировали. Прям взаимозависимые отрасли с большим, большим, как бы, кольцом, телеком-оператором, который объединял между собой единые инфраструктуры, все отраслевые объекты, а хакеры в попытке взломать эти объекты киберполигона между собой в чатике обменивались картинками, что, ну, парни, знает кто-нибудь про ход или нет? То есть, типа, мы запутались, объект настолько большой, что нам непонятно, куда идти. Здесь есть, вот, как раз, обратная сторона киберучения в чем? То, что киберучения обязательно должны идти как можно дольше количества времени. И здесь мы попадаем в клинч, что, с одной стороны, полигон должен быть сложным для того, чтобы, ну, на нем было интересно тренироваться, но при этом мы ограничены по ресурсам. С другой стороны, да, мы должны достаточно долго иметь возможность тренироваться, чтобы, ну, и мы, как бы, все навыки отработали, и хакеры имели возможность, ну, как бы, потыкать в нас там этими своими методами атак, да, и реализовать как можно больше недопустимых событий, чтобы мы готовы были полноценно отражать их атаки. Вот. И как мы это решаем, да? Решаем, ну, вот в рамках четырехдневного мероприятия, мы, к сожалению, там, как бы, ограничены физически четырьмя днями, но когда мы вот сейчас запускаем стендов 3.65, да, и киберполигон, в принципе, с июля будет доступен, по сути, неограниченное количество там временных ресурсов для любого заказчика, то есть можно будет заказать киберполигон на два месяца. Пожалуйста, да, хакеры прибегают, недопустимые события есть, пытаются реализовать, а команда прям без отрыва от производства в режиме реального времени может, как бы, с ними бороться. Ну, вот, как бы, такие два пути решения мы нашли, но, да, для четырехдневного, там, ограниченного мероприятия в рамках ПХД, ну, пытаемся где-то чуть-чуть подупростить, но, там, в разумных пределах, чтобы и защитникам, и атакующим тоже было интересно. Есть ряд возражений, опять же, у заказчиков, да, которые возникают, но самое популярное бы прошелся вот по последнему, да, боимся, что мы не готовы. Оно такое само по себе парадоксальное, я, честно говоря, был удивлен, когда это услышал. То есть, да, мы хотим, у нас есть команда, которая в соке работает, они достаточно, там, опытные специалисты, но, может быть, недостаточно опытные, чтобы прийти на киберполигон, или мы боимся, что мы придем на киберполигон, и вдруг неожиданно нас взломают. И, ну, в этом, собственно, и есть суть, чтобы, как бы, ну, во-первых, мы говорим, вас однозначно взломают, то есть, цель хакеров при работе на киберполигоне взломать объекты. Мы все для этого сделаем, чтобы они оказались у вас внутри. Ведь в том числе возможность отработки навыков на киберполигоне это не только защитить периметр. Ну, пермит, это, в смысле, динай, айпи, нени, на фаерволе сделать не так уж, в принципе, там, семипяди во лбу нужно быть, да, чтобы все снаружи закрыть, и, как бы, ни один хакер тогда внутрь не попадет. Да, и социалка, вай-фай, ну, как бы, это другие векторы, если так совсем все упрощать. Поэтому в любом случае хакеры окажутся внутри, и ваша задача, уважаемые коллеги, да, там, ну, понять прям, где у вас проседает. То есть даже если вы там среднего уровня подготовленности, пожалуйста, приходите, посмотрите, что у вас там проседает. Да, форенсика, хорошо, там, выявление инцидентов, хорошо, там, понятно уже будет, да, где дальше развиваться. Написание контента для средств защиты, тоже понятно. Ну, то есть все это, более того, для этого, кстати, забыл сказать, мы специально выделяем, так называемого, ментора, и разработали специальный комплекс на учебный курс, который прям готовит специалистов, ну, по сути, вот уровня студентов до уровня специалистов сока второго уровня. То, в чем, собственно, сейчас очень, ну, как бы, требует рынок, да, прям. Говорит, что, ну, люди есть, ну, как бы, их иногда нету, но когда они есть, то не хватает навыков. Мы готовы были бы взять спеца, но нам все равно его нужно внутри тренировать. Что делать? Хорошо, берем учебный курс, теорию прошли, там, да, есть лабораторные работы, вы их отработаете как раз на определенных сценариях, но после этого вы все равно приходите на киберполигон и вживую отрабатываете навыки, как бы тренируете, ну, как сборы, да, должны пройти эти бойцы. Разные есть подходы у людей к киберучениям, для чего они их используют. В первую очередь учить людей, наверное, да, дальше то, про что говорил Артем, тоже отладить регламенты и процессы. Что еще есть интересного? Ребята, как я уже говорил, да, важные вещи, которые показывают, значит, почувствовать, в принципе, что такое оказаться под атакой, да, получить бесценный практический опыт и вообще возможность следить атаки не только на периметре своем, но еще и внутри инфраструктуры. То есть к периметру это в основном все готовы, да, там, понятно, есть внешний, этот самый, да, внешний сегмент, есть там, ДМЗшка, стоят какие-то сервисы, там, на них накрутили вавчиком атаки, если на вавчик что-то там загорелось желтым или красным, надо реагировать, да, а что делать, если внутри, да, учетная запись там как-то потихонечку была скомпрометирована, например, паспорт спреем, да, еще, а не классическим перебором, как вот это все отловить, да, а куда дальше пойдет злоумышленник, а по какой цепочке он пойдет, и по сути, возможность отследить злоумышленника, вот на каждом шаге этой сложной цепочки, когда он идет до целевой системы, там, до той же ДБО, откуда он хочет украсть деньги, вот это как бы высший класс уже, да, высший пилотаж. Меряем разные навыки, каким образом? Ну, то есть, по этому поводу был даже смешной казус на киберполигоне, когда одна из команд синих сказала, что она самая крутая команда, принявшая участие в киберучениях. Мы по поводу этого посмеялись и прям долго ругались. Почему? Ну, потому что красных сравнить понятно как, да, когда хакеры атакуют, они борются там за денежки, виртуальный монет свои. Сколько взломал, столько денежек получил. Как померить синих между собой? Кто круче там? Команда Артема, да, или команда... Германа Оскаровича, да, условно там. Да, чтобы не называть имена, возьмем абстрактно. Да, ну, никак. Ну, они решают разные задачи. Именно поэтому мы ввели разные метрики для синих команд, которые нам показались наиболее адекватными. Там, время расследования, допустим. Ну, то есть, если команда приходит с целью максимально быстро расследовать инциденты, тогда она, в первую очередь, будет обращать внимание вот на эту величину. Если она приходит, допустим, вместе с айтишниками, что важный момент, кстати, вот очень мало кто отмечает, а ты прям говоришь, что это, ну, подтверждаешь, что важность, да. Конечно, связку отработать. Тогда, ну, как бы, черт с ним, с расследованием как таковым. Да, ну, я обнаружил, в смысле, я могу отчет даже не писать, не сдавать. Я уже обнаружил инцидент. Мне в первую очередь нужно поддержать работоспособность самого сервиса, да. И я тогда побегу к айти, буду там в рамках своего регламента либо писать его прямо на ходу, да, и что я им потом, чтобы в банке его у себя применять, либо же отрабатывать существующий регламент, но прямо убедиться в том, что он точно работает. Ну, и так далее. Там количество, в принципе, зафиксированных или там расследованных бизнес-рисков вот этих самых, да. Причем мы делим риски и инциденты. То есть, опять же, многие же как гонятся? Насколько хорошо работают мои безопасники? А вот какой толщины получился этот отчет, да, там, сколько инцидентов у меня, там, этот, антивирус, допустим, зафиксировал, ну, вот такие мы молодцы. Если столько, ну, не очень, а если вот так, то, ну, прям, значит, поработали. На мой взгляд, система, ну, тогда безопасник работает хорошо, когда вот у него эта стопка, наоборот, вообще там состоит из одного листочка. То есть, у него нет ложных срабатываний, он четко фиксирует только те самые недопустимые события, как бизнес-риски, которые происходят, а их явно там не миллион, да, в инфраструктуре каждый месяц. Пойдем дальше. То есть, при тем, как команда придет на киберучение, примет в них участие, очень важно прям поставить перед собой цель, я прям выделил. То есть, еще раз, исходя, для того, чтобы мы могли померить результат, то есть, не то, что там, киберполигон может быть замечательным, но если команда сама, и команда хорошая, да, но если она не готова прям именно принять участие в киберучениях, не поставила перед собой понятную цель, ну, прям результат может быть для нее, ну, не настолько эффективным, каким бы он был, если бы они бы прям для себя сформулировали. Поэтому каждый раз, когда команда к нам приходит, мы прям говорим, что вы хотите? Смотрите, у нас есть варианты там, инциденты расследовать, просто посмотреть, это тоже цель на первый раз нормальная, мы не знаем, что хотим, мы просто, ну, вот, хотим почувствовать себя, каково это быть под там, кибератакой. Тоже норм. Тогда мы прям ставим задачи понятно, да, то есть из цели идут задачи, из задачи идут там понятные измеримые результаты. И здесь, в принципе, каждая команда для себя там формулирует эти задачи вот так, как посчитает нужным, потому что киберполигон, я еще раз говорю, он проходится несколько раз. Каким образом он может пройтись, да? То есть просто прийти из ИС. Пришли, посмотрели, как я уже говорил, зачастую банк играет даже на каком-нибудь таком более сложном объекте, потому что отрабатывает прям сухие навыки, да, то, как вообще кибербезопасность должна быть реализована на предприятии, насколько эффективны используемые подходы для защиты универсального объекта, с тем, чтобы потом можно было доработки и улучшения привнести уже на свою инфраструктуру. После этого, допустим, зачастую команда меняется, через там полгодика, да, или через год приходят новые люди, ИБР расширяется, нужно их подучить, да. И, допустим, среди своих специалистов капитан той команды, которая уже принимала участь, он становится ментором для вновь пришедших. Он, с одной стороны, обогащает их знания своим уже опытом, с другой стороны, он знает, что такое киберполигон, как на нем нужно поставить задачи, как отработать эти все цели, которые они перед собой поставили, и, ну, собственно, учат сотрудников, либо же, как бы, дальше отрабатывает какие-то дополнительные навыки. Допустим, помимо просто расследования, обнаружения, они уже занимаются форензикой. Тоже хороший способ. Чуть вернусь назад. Вариантов несколько. Мониторинг, реагирование, харденинг и, собственно, форенсика. Форенсика доступна отдельно, даже вне мероприятия, поскольку здесь собираются артефакты. Я потом могу дать презентацию. Коллеги по отрасли. Я даже расскажу, что там, как работает. А вы покажете? Легко. Приходите на ПХДС. Значит, здесь мы собираем артефакты по итогу мероприятия и готовы их предоставить. Есть два формата. Поработать с логами средств защиты. У меня есть так называемый мертвый город, где что-то произошло. И команде дается задача. А давайте вы теперь напишите отчет, разберетесь, расследуете инцидент. Что же и в какой последовательности здесь происходило. Другой, более глубокий вариант расследования, когда даются прямо артефакты. То есть доступ к образам как ласково называем тачек, то есть серверов рабочих станций. И команда имеет возможность прямо посмотреть по записям реестра где-то, по оставшимся кускам логов где-то, по оставшимся частям загруженной полезной нагрузки. Прямо проводит более глубокое расследование уже и смотрит, что же на самом деле хакеры делали и с помощью чего взломали собственно ту или иную машину. Систему, допустим, ДБО. Но все команды, как я уже говорил, изначально начинают с варианта мониторинга. Когда они уже поняли, каким образом реализуются там атаки и полноценно готовы к тому, чтобы в том числе поддерживать инфраструктуру киберполигона, они переходят на вариант реагирования или харденинга. То есть прямо такая получается готовая программа обучения. Плюс ко всему прочему сопровождается либо дополнительно курсом подготовки, как я говорил, который идет там 2-6 месяцев точно. Начать с нуля. Даже если вы не знаете какой-то определенный трек, то есть асы, допустим, в мониторинге, но слабовато в форенсике. Хорошо, возьмем только блок по форенсике, и это будет все намного быстрее. То есть курс адаптируется под потребности конкретного заказчика. Ну и плюс ментор, который сопровождает команду каждый раз, подскажет либо что делать дальше, либо даст какой-то ответ на сложный вопрос. Либо, допустим, программу подготовки вообще объекта, киберполигона. Что нужно сделать? Инвентаризировать, понять, где какие сервисы находятся, что они делают, как эти сервисы отражаются на киберриске непосредственно. То есть если система, ну риск связан с ДБО, значит очевидно, что мне нужно как-то прочитать цепочку до самого ДБО, как ее можно взломать, а где я буду снимать трафик, да, где я буду снимать журналы, как мне составить правила корреляции, ну и так далее. То есть по всем этим последовательностям вместе с ментором можно пройти. Ну собственно, вот как-то так мы привлекаем наши команды и предлагаем им поучаствовать в киберучениях на киберполигоне стендов, которые более, я бы сказал, практикоориентированы в этом смысле. Потому что здесь есть живые хакеры и такие вот прям живые информационные системы, которые мы туда привносим, в том числе с целью бакбаунти. Спасибо. Слушай, у меня вопрос к тебе. Такой вопрос, комментарий с подсказкой. Там в втором слайде, где написано киберучение, сидят люди, но у них отличительный знак наших заокеанских партнеров. Это, наверное, потому что мы знаем, что они делают, да? Там мы их видим. Ну, может быть, не без этого. Я понял. Слушай, второй вопрос. У меня вот возник диссонанс в понятиях. У тебя там было в презентации недопустимые события и риски. Вот что одно от другого отличается, как они между собой коррелируют? Не буду отлистывать, чтобы найти. Да, да. Я понимаю, про что ты спрашиваешь. Просто я их не вижу продолжение одного понятия в другом и немножко картина искажает. Мы, в принципе, это одно и то же, да? Но если в классической рисковой теории, что у нас учат в институте, учили, наверное, я уже не знаю, чему сейчас учат. У нас жизнь сейчас учат. Ну, сейчас-то все попроще стало, да. Но как нас учили? Нам нужно строить модель рисков для компании, да? И туда включались зачастую события, которые, ну, если так по-хорошему подумать, к киберустойчивости самого предприятия, они большого значения на нее не оказывают. Поэтому мы что сделали? Мы говорим, что в первую очередь для защиты компании, но количество ресурсов ограничено, количество средств ограничено. Нам нужно как-то, ну, в первую очередь что-то защищать. Размазывать ИБ ровным слоем по всей инфраструктуре. Идея тоже неплохая, но как бы, ну, и уровень будет средненький. Поэтому давайте мы выделим некоторое количество ключевых систем, которые связаны с теми самыми недопустимыми событиями. То есть, допустим, кражи денег из ДБО. Вот прям таким высоким уровнем можно у рисковиков этот перечень получить и потом идти в обратную сторону разматывать. То есть, ДБО не должны сломать. Соответственно, окей, хорошо, а каким образом это в принципе можно сделать? То есть, у меня есть там внутренний бизнес-процесс, который проводит деньги через ДБО, то есть, у меня есть внутренний нарушитель, да? У меня, очевидно, есть какой-то внешний нарушитель, который может, ну, наверное, достучаться до интерфейса той же ДБО, находясь снаружи периметра. Исходя из этого, я выделяю ключевые точки, с которых, ну, там, снимаю трафик, собираю логи, ставлю средства защиты, ну, то есть, как бы, либо затрудняю перемещение зломышленника, да? Либо удлиняю, грубо говоря, эту цепочку, чтобы у меня сенсоров было как можно больше, и я его точно успел поймать и там придавить. Поэтому, можно так сказать, что недопустимые события это ключевые риски для компании. То есть, это, как я понимаю, может быть, я по-другому скажу, чтобы кто-то еще в зале, да, понял, ощутимые события это те реализованные риски в случае успешного, да, прохождения которых организация не сможет продолжать свою деятельность. Ну, не обязательно не сможет, но, по крайней мере, почувствует реализацию этого риска. Кто-то скажет, что для меня предел риска, порог риска это миллион рублей. Для банка, да, там, он скажет, ну, вот, миллион фигня, а вот сто миллионов уже как бы больно. Ощутимо. Да. Понятно, невыполнение функции регулятора того сникает в том числе. Ну, допустим, да. Коллеги, есть вопросы? О, у нас есть. Добрый день, коллеги. Обожаю стендов. Вообще, очень, очень крутая штука. Меня задела как безопасника тема «Мы вас в любом случае взломаем». Неужели вы все такие дырявые, вы во всех однозначно взламываете у себя на полигоне? Вопрос очень хороший. Были такие компании, которых вы не взломали? Скажите честно. Давайте я его на две части разделю. То есть, то, что говорят наши хакеры по результатам пентестов, проведенных, значит, 80% компаний взламываются в течение недели. Но все-таки до 20% остальные 20% взламываются в течение месяца. То есть, требуется просто больше времени. Все-таки взламываются. В принципе, да, почти любую компанию, можно так говорить, любую компанию можно взломать. Вопрос ресурсов. Спасибо. Которые нужны. Но очень хороший вопрос, связанный с киберполигоном, со стендоффом. Почему я сказал, что прям наша цель, чтобы вас взломали. И мы специально этого добиваемся. То есть, где-то не даем закручивать гайки командам. Я поэтому и когда рассказывал про сценарии, я говорил, что вариант с харденингом, например, он там один из самых последних стоит. Это требует достаточно высокой зрелости от самой команды и готовности ее поддерживать, в том числе инфраструктуру киберполигона. Здесь-то фишка в чем? Ну, то есть, команде нужно потренироваться. Навык выявления и расследования инцидентов. Как я уже говорил, если она, в принципе, забаррикадирует периметр, но он на киберполигоне, он большой, но он все равно конечный, не как в компании. Плюс, захарденить 100 машин, это не харденинг с 10 тысяч машин. Это даже не два порядка, это экспоненциальная зависимость, то есть, это все равно никогда не будет выполнено и будут старые машины, еще что-то. То есть, мы прям изначально допускаем, что все как в реальной жизни, что не все объекты, они прям неуязвимы и прям соответствуют лучшим практикам. Да, мы пытаемся их подтянуть, поэтому есть разные сценарии развития, но вообще цель, чтобы у хакера была цепочка, потому что опять же вспоминаем, 4 дня, допустим, того же стендоффа будет. 4, но это достаточно мало, им должно быть интересно и этим. То, что они сломают, вопросов нет. Приведу пример. Ноябрь, конец ноября прошлого года, когда после стендоффа мы запустили стендофф 365 в пилотном режиме. При этом на самом стендофф 365 были те же самые объекты, ну там была пара объектов, которые были выставлены во время основного мероприятия, 4-дневного. Так вот, во время 4-дневного мероприятия было реализовано там 2 или 3 риска, после того, как мы его выставили на месяц, более длительный промежуток, без вот этого стресса на хакеров, у которых было много других целей. То есть, что мне отломать вот это, если она тут забаррикадирована, я пойду лучше там очки заработаю. У них же тоже цель соревнования определенная. Но когда они оказались в спокойном, таком расслабленном режиме, они вот эти два объекта разнесли в щепки в течение последующего нескольких недель. То есть, это вопрос времени и усилий. Поэтому, я не зря повторял, что важна цель, с которой команда придет. Если мы тренируемся выявлять и расследовать инциденты, давайте мы прям примем тот факт, что нас должны взломать, чтобы я имел возможность его расследовать. То есть, показать, что меня, допустим, не взломали. Я поставлю сейчас EDR-агенты на все машины. Ну, благо, что это, ну, даже на нашем полигоне это несложно. Это займет там неделю условно. И мы там сделаем его почти неуязвимым. Да, нужно будет писать где-то зеруды, где-то там искать какие-то способы обхода этого EDR. Ну, то есть, это все равно возможно, но это прям сложно. Это же вообще принцип, если цель поставлена, то есть, вопрос времени, принцип понять, где слабое место у организации, это успешный взлом. И мы здесь тестируем не синюю команду, а красную. Это же, это же как вот классика, да, адмирала Макарова, что понять, насколько эффективно броня и снаряд нужно, чтобы одно пробило другое, да, ну, тут очевидная вещь, я так считаю. Да, да, да. Ну, ответили на ваш вопрос? Да, да, спасибо. У меня еще много вопросов будет по форензике, моя любимая. Я предлагаю вам помучить Диму потом. Я помучаю, с удовольствием, потому что вот форензика, буквально там через 20 минут, на много времени. Через 20 минут я его к вам отпущу. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Ольга Елисеева. Я работаю в компании инфосистемы Jet уже почти 12 лет, и последние полтора года я возглавляю наш сервис киберучения Jet Cybercamp. И сегодня я предлагаю посмотреть на киберучения как способ подготовки к будущему. Если бы мое выступление состоялось на магнитке в начале февраля, то я бы, конечно же, начала с проблематики, насколько актуальны угрозы, приводила бы разные статистики, но сейчас современная действительность нам говорит о том, что атаки существуют, их количество растет, то, что они направлены и на крупные предприятия, и на малые, и на разные сферы бизнеса. И в некоторых компаниях сотрудники, особенно специалисты по информационной безопасности, не спят по двое-трое суток, а некоторые уже тренинги по выгоранию для них заказывают. Поэтому я начну свой доклад со статистики, с результатов опроса, которые мы проводили среди наших клиентов. И один из вопросов был такой же, как начал сегодня Артем. Проводите ли вы киберучения в своих компаниях? И когда мы посмотрели на результаты, то нас очень удивил вот как раз голубой показатель. 35% респондентов уверенно ответили «да». И нам стало любопытно все же, что же они имели в виду, когда-то так отвечали. И уж какие мы уточнили, что они имели в виду. И вот вы как раз увидите, что здесь перечислено все то, о чем мы сегодня говорим на секции. Это и те компании, которые действительно участвуют в мероприятиях, в стенд-оффах. Это те компании, которые заказывали у себя киберучение. Те компании, которые проводят недели безопасности, повышение осведомленности пользователей, они тоже считают, что они проводят киберучение. И также здесь есть Red Team. И глядя на сегодняшнюю секцию, все трудно сказать, что кто-то из нас неправ. Ведь те или иные мероприятия действительно направлены на повышение навыков, практических навыков безопасности специалистов. И здесь важно, присоединюсь ко всем коллегам, что здесь важна цель. Какую цель преследует компания, какие у нее задачи перед ней стоят. И для этого нужно выбрать просто релевантный формат. И вот в рамках сегодняшней презентации я хочу вас подготовить к будущему, ко встрече с злоумышленниками. К будущему, конечно, нужно было начать готовиться давно, но, к сожалению, не все успели. Поэтому я сегодня расскажу о нашем подходе и в чем могут быть полезны киберучения. И для этого сначала полезно синхронизироваться, потому что, как вы уже поняли, все киберучения достаточно разнообразны. Каждый вкладывает свое. И вот что мы транслируем через наш подход. Это должно быть регулярно, потому что любые знания могут остаться знаниями, быстро потеряют свою актуальность. Чтобы знания переросли в навыки, это должны быть действительно регулярные тренировки. Второй важный момент — это актуальность контента, потому что тренировка имеет свойство быстро устаревать. Вы прошли один-два раза одну и ту же тренировку, и на третий раз вы просто уже не будете, вам не будет интересно. Поэтому здесь должен быть и актуальный контент, и релевантный именно под ту сферу бизнеса, в которой работает команда. И третий важный момент — что тренировки — это должен быть целый процесс. То есть это должны быть какие-то KPI, оценка эффективности, чтобы не было так, что один раз прошли, не замерили, насколько было успешно, а чтобы это действительно кем-то отслеживалось. Для этого мы у себя создали инфраструктуру, такое понятие, как киберполигон, вы тоже о нем сегодня слышали, и он состоит из двух основных элементов. Первый — это технический, второй — контентный. Технический — это та самая IT-инфраструктура, которая представляет собой IT-ландшафт предприятия, в которую входят сегменты, это может быть корпоративный сегмент, сегменты СУТП, сюда входит прикладное программное обеспечение, ARM, серверы. Конечно же, определенный набор средств защиты и уязвимости, ошибки администрирования, все, что свойственно всем нашим компаниям, какой бы она ни была. И второй элемент, как я его называю, все-таки это сердце киберполигона, это методологическая база, которая как раз и определяет, с какой целью используется полигон, какие на нем заложены сценарии атак, сценарии тренировки, в каком формате будут проводиться эти тренировки, и определенные метрики, KPI и периодичность, которые будут проводиться. И вот давайте посмотрим, какие есть сотрудники в банке, которые так или иначе сталкиваются с информационной безопасностью. Их достаточно много. И я сейчас предлагаю на примере команды SOCA, аналитика SOCA, посмотреть, чем могут быть им полезны киберучения. Давайте представим, что у нас есть группа аналитиков, которая олицетворена вот этим вот героем. Назовем его Василий. Он отработал, ну скажем, семь месяцев, один год на первой линии поддержки в SOCA и сейчас переходит на вторую линию. У него есть определенные навыки, мы будем сейчас смотреть, как они будут расти, и определенные операционные характеристики. И, как вы видите, среднее время проведения расследования у него выше среднего. И как раз, какая задача обычно стоит перед руководителем SOCA, перед руководителем бизнеса, перед самим бизнесом? Это обеспечить как раз готовность команды ко встрече с злоумышленниками, чтобы они максимально эффективно выполняли свои должностные обязанности, чтобы они максимально оперативно расследовали инциденты и приносили в общем пользу и стояли на страже компании. И для этого нужно прокачать определенные навыки. Я здесь сгруппировала основные шесть, которые по нашему меню так или иначе важны для команды SOCA. И сейчас посмотрим, как в рамках трека по киберучению для конкретно команды аналитиков SOC может быть выглядеть этот трек. Первый блок этого трека называется интенсив. Он длится три дня. И здесь он рассматривает основные жизненные циклы атаки от ее появления и до ее распознавания. Здесь наши специалисты, пентестеры в первый день делятся своим опытом о том, как думают хакеры, какие инструменты они используют и на практике дают возможность попользовать, использовать чем-то. Это может быть возможность просканировать, проэксплуатировать уязвимость или создать фишинговое письмо. Второй день здесь приходят наши специалисты из коммерческого SOCA и делятся своим самым ценным опытом, как же они каждый день расследуют инциденты в рамках коммерческого SOCA, как они думают, какими инструментами они пользуются, как они думают, создавая, объединяя все найденные события в цепочку атак. И на практике все эти знания отрабатывают. Третий день посвящен полностью расследование инцидентов. Здесь могут быть разные сценарии атак, как с внешним, так с внутренним злоумышленникам. Это можно выбрать те сценарии, которые релевантны для какой-то конкретной команды или восстановить те, которые, например, был до этого проведен редтимминг, выявлены слабые места, и этот сценарий может быть восстановлен на команде полигона, чтобы как раз команда его тренировала уже не на боевом инфраструктуре, а, так скажем, в изолированной. И, как видите, у нас навыки растут и начали появляться у нашего Василия новые навыки. Второй блок этого трека посвящен всем вам известному фреймворку Митро. Согласитесь, сложно бороться с тем, когда мы его не знаем. Поэтому в рамках этого трека рассматриваются основные, самые популярные техники, тактики, которые есть в Митро. за счет чего они могут быть выявлены в инфраструктуре и какие способы защиты есть. И здесь дополнительно появляются навыки у нашего специалиста и продолжают расти предыдущие. Третий блок нашего трека может быть выглядеть так, что мы продолжаем изучать злоумышленника и разбираем такие атаки, как веб, маномобильные приложения и сетевые атаки. Чем больше мы понимаем, какие атаки существуют, как думает злоумышленник, тем лучше у нас есть возможность выстроить свою систему защиты и вовремя научиться распознавать инциденты и противодействовать им. И четвертый блок этого трека является противостояние, когда вся команда, которая проходила весь этот трек, делится, например, на две команды. В первый день они выступают в роли защитника, а другие — атакующие, а потом они меняются местами. Здесь есть два важных момента. Первый — это то, что действительно участники могут попробовать себя в разных навыках, в разной роли. А второе, что этот трек заканчивается тем, что можно проверить все полученные навыки уже на практике. И как вы видите, у нас прогресс у Василия достаточно большой, у него развились, прокачались определенные навыки, но есть еще потенциал на будущее. И что получает руководитель? У него сократилось время расследования инцидентов, оно уже ниже среднего, базовые навыки подросли, плюс добавились еще четыре предыдущих, которые были на слайде. И тем самым бизнес получил готового сотрудника. Все сегодня на каждой конференции, все говорят, что проблема с ресурсами, поэтому иногда очень важно вкладываться в обучение, в тренировку своей собственной команды. И тем самым некоторые боятся, что они уйдут, но для некоторых все-таки это повышение лояльности, мотивации и вовлеченности, когда компания вкладывается в своих сотрудников. И после того, как вы их обучили, уже можно требовать в реальной жизни. И очень часто спрашивают, как же оценить эффективность таких тренировок. И здесь я бы предложила три способа. Первый — это тестирование. В рамках полигонов могут быть организованы тесты, которые проверяют, насколько знания были хорошо усвоены. Второй пример, как можно оценить эффективность, это как раз сравнение тех количественных характеристик, которые были у нас на примере с соком. Мы видели, время реагирования на инцидент, оно было сначала выше среднего, потом стало ниже среднего. И для некоторых действительно ролей, должностей могут быть такие в компании критерии. Их можно как раз сравнивать, какие они были до тренировок и после. И третий элемент оценки эффективности — это как раз тот редтиминг, о котором мы в самом начале слышали, что действительно можно для той команды, которая проходила обучение, проходила тренировки, теперь оценить их в бою, в реальной жизни, насколько они готовы, насколько они справятся, насколько они быстро идентифицируют, что в инфраструктуре есть редтиминг. И потом, как я говорила, можно вообще зациклить, сделать такой цикл, выявить слабые места и их уже точно тренировать на киберполигонах. И если мы вспомним слайд, на котором были отображены разные роли сотрудников, которые есть в банках, как здесь выделено, например, слева специалисты IT, офицеры безопасности, то важно понимать, что киберучения важны для всех. И их действительно можно миксовать в команды, потому что очень важно оттренировать то командное взаимодействие, которое есть. Потому что у многих заказчиков есть плейбуки, есть процессы, но как только случается реальный инцидент, всегда найдется сотрудник, который просто возьмет одну какую-то рассылку и бахнет, слово «нас взломали», и все плейбуки, в общем, остались на бумаге, а в реальности получилось так, что просто уровень стресса подшкаливает, все начинают суетиться, разбираться, а когда есть реальная атака, то здесь как раз важна асинхронность. Поэтому я здесь изобразила, что трек киберучений может быть разный для той или иной роли в зависимости, какие функциональные роли у них есть, какие обязанности у них есть. В общем, все, что важно в общем бизнесу развивать. И здесь последним слайдом я поддержу коллег, что если посмотреть в целом, представить модель защиты в виде трех уровней, который первый уровень, это как раз затруднение проникновения, где у нас все эти как раз IT, выстраивание бизнес-процесса, средства защиты, но мы все понимаем, что рано или поздно в нашу инфраструктуру проникнут, взломают. И здесь очень важен второй уровень, это вовремя распознать и идентифицировать, что враг, атакующий уже в нашей инфраструктуре. И здесь как раз многие компании выстраивают систему мониторинга, строят для этого соки. Но есть важный третий уровень, который как раз посвящена вся наша секция, это уровень тестирования. Насколько наша команда готова к будущему, которое уже пришло, которое уже настало, какие у нее слабые места и в чем ее тренировать. И вот по нашему опыту интерес есть, но мне кажется, что говорили, что уже начали шесть лет назад, но индустрия еще строится, нет какой-то единых пониманий, единой терминологии, поэтому я считаю, что мы сейчас фактически на пороге, на этапе становления все-таки индустрии на российском рынке. Поэтому интерес к этому есть, но если он будет усиливаться, будет пониматься ценность этого, то будущее можно встречать более уверенно. Поэтому на этом все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ